Привет, друзья! Спасибо, что вы меня смотрите. И я молился о том, чтобы Господь сегодня говорил с нами. Мы сегодня поднимем очень серьёзную тему глобального масштаба, так сказать. Один раз я её поднимаю, потому что, смотрю, интерес возрастает к этой теме. Сегодня мы поговорим о божественности Иисуса Христа и о триединстве Бога. Пусть вас не пугают эти термины, это то, о чём говорит Писание. И я вам не собираюсь здесь доказывать очевидное. Я позволяю Писанию самому толковать само себя. Пусть Писание само себя толкует, скажем так. Дело в том, что ещё во времена апостолов, в первом веке, была проблема с еретиками, которые уже отвергали божественность Христа, уже не принимали Иисуса Христа, пришедшего во плоти, уже проповедовали другого Иисуса, о чём Павел позднее предупреждал. Поэтому, друзья, в этом нет ничего удивительного, 2000 лет прошло, вы представляете, сколько веков уже. Поэтому эти все ереси, которые сейчас существуют, и нападки на Иисуса Христа... Кстати, дьявол, как видите, он не нападает на какие-то мелочи, он бьёт прямо в корень, чтобы разрушить саму основу христианской веры. То есть он нападает на самого Иисуса Христа, чтобы перекрестить Писание и показать своё. Но это всё основано на том, на незнании. Если человек знает Писание, он изучает. Если человек действительно искренне покаялся, и Дух Святой поселился в его сердце, он возрождён, то это становится ясным, как Божий день, как дважды два-четыре. Например, я, когда уверовал, я сразу понял, в кого я уверовал, и мне сразу Господь открылся. Я не задавал лишних вопросов, потому что я принял то, о чём говорит Писание. Итак, во времена ещё Иоанна, Иоанн, когда писал своё послание, он писал, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Христос — это значит помазанник или мессия. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. То есть, кто отвергает Отца и Сына — это Антихрист. Всякий, отвергающий Сына, библейского Сына, имеется в виду исторического, вот так, как в Писании написано, не имеет и Отца. Вы понимаете, как всё серьёзно? А исповедующий Сына, имеется в виду библейского, исторического, такого, о чём говорит Писание, о чём мы сейчас ниже будем говорить очень много. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас настроились, чтобы вы сейчас взяли ручки, чтобы сейчас самих вас возбудить к тому, чтобы вы изучали Писание и сами глубоко исследовали, чтобы не я вам это говорил, а чтобы Писание само с себя толковало, и вы сами это всё, друзья, увидели. Итак, всякий, кто отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына библейского, исторического, который реальный, который живёт в сердцах наших, Духом Святым, имеет и Отца. Итак, дьявол имеет нападки именно на Божественность Христа, именно на Троицу. И сейчас в этом видео, я не знаю, получится ли у меня уложиться за одно видео, если не получится, мы сделаем два. Это не важно на самом деле. Важно то, чтобы Господь сейчас касался ваших сердец и открывал вам глаза. Для тех, кто верит в Иисуса Христа, библейского, исторического, верного, то пусть ваша вера укрепится. А для тех, кто не верит, пусть ваши глаза откроются, и вы увидите Иисуса Христа реального, реального. Такого, о чём говорит Писание. Итак, дело в том, что дьявол знает, что в другого Иисуса Христа, если ты будешь веровать, то ты не спасёшься. Например, я могу себе там, не знаю, сделать идола с дерева там, или там, я не знаю, с чего, да, могу взять, изваять идола и сказать, это Иисус Христос. Вот, и рассказать о нём, какой вот Иисус, и начинать ему поклоняться и верить. Но ведь это дерево меня не спасёт, правильно? Или то, что я себе там надумал, придумал, это меня не спасёт. Дело в том, что меня спасает только Иисус Христос библейский, исторический. Запомните, друзья, это очень важно. Итак, Писание говорит, что смотреть на Иисуса, это всё равно, что смотреть на самого Бога. И об этом сам Иисус не раз заявлял. Евреи в древности, я просто издалека зайду, даже боялись произносить имя Бога. На еврейском оно звучит так. И, х, вы, х. Ни Иегова, ни Адонай, никак. Вот имя Бога. И на еврейском. Х, вы, х. И его даже никогда не произносили тогда, в те времена. Часто, а вот уже потом, уже чуть позже, люди начали называть Яхве или Иегова. Но я сейчас не буду брать историю. На самом деле, Иегова нет такого в Писании. Есть х, вы, х. Вот. Я сейчас не буду говорить, как произошло слово Иегова. Можете написать, откуда произошло слово Иегова. Но вообще не из Писания происходит. Но, тем не менее, во многих христианских церквях говорят Иегова. Ну, в общем-то, так приняли. Смотрите. И под таким названием, и, х, вы, х, именно открывается Яхве, да, открывается Господь в книге Исход. Это название означает «Я есмь сущий». То есть, мы видим в Писании, что Иисус провозглашал себя Иеговой. То есть, что Он есть сущий. И Он несколько раз об этом говорил, что «Я есмь». «Я есмь». Тот, кто в теме, тот, кто понимает, что значит это «Я есмь», это значит «Я Иегова». Вы понимаете? «Иегова» таким вот словом. То есть, Иисус провозглашал себя Иеговой. Итак, читаем место из Писания. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Это Иисус говорит. «На это сказали ему иудеи, тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» «Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть, это говорит о том, что Иисус вечный. Вечность Бога. Он провозглашает себя имя Иегова, или Яхва, или Ихвыхы. Я есмь, или Эгоими, с греческого языка, если перевести. Изучайте сами. Я вам наверняка не рассказываю ничего нового, друзья. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». Еще одно место. «Иные говорили, это Он, а иные похож на Него, об Иисусе Христе». «Он же говорил, это Я», или Я есмь, эгоими, с греческого языка. То есть, Он говорил, Я еси Иегова. И Иисус умышленно говорил, что Он и еси Иегова, евреям, чтобы до них дошло. Но они, тем не менее, не хотели Его принимать, не хотели видеть в Нем Бога. Не принимали это, считали, что Он еретик. Дальше, Иисус требует поклонения. Вы знаете, что в Писании есть места, где Иисус требует поклонения. Может ли ангел требовать себе поклонения? Может ли человек, да какое-либо существо в этом мире, кого не возьми, может ли принимать поклонение? Нет. Везде в Писании говорит, что поклонение достоин только один Господь Бог. Итак, читаем. «Дабы все чтили сына, как чтут отца». Как ты чтишь отца, так ты должен чтить сына. То есть, равенство. Равенство. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца. А как сына нужно чтить? Как и отца. То есть, отец и сын равно. Понимаете? «Дабы все чтили сына, как чтут отца». Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. То есть, равенство в почитании, в поклонении. Об этом сам Иисус сказал. Дальше. «Иисусу поклонялись, признавая Его Господом и Царем». Он принимал поклонение людей. Он принимал поклонение людей, он никогда не отказывался. Люди видели в нем божественность, как это увидел, например, Фома, когда провозгласил «Господь мой» и «Бог мой». Это Фома признала самого Иисуса Христа Господом и Богом. Итак, вот это место из Писания. «Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, перст – это палец, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ Иисусу Христу. «Господь мой и Бог мой». Запоминайте. Ни Божьи ангелы, ни апостолы, никто в Писании никогда не принимали поклонение от людей. Просто поизучайте, посмотрите. Кроме Бога никто не достоин поклонения. «Всегда и люди, и ангелы направляют свое, если ему кто-то и поклоняется, только на Бога». Он говорит, мне не поклоняйся, поклоняйся только Богу. Потому что я ангел, а Бог только достоин поклонения. Я не достоин. И везде это в Писании есть. А тот, кому поклоняется, это Бог. Значит, мы видим опять же равенство с Отцом и то, что подтверждает божественность Иисуса Христа. Дальше. Иисус Христос – Творец. Вы знали об этом, что Иисус Христос Творец? Кто может сотворить небо и землю? Кто может сотворить духовный мир? Кто является автором жизни? Только Бог. Никто не может больше творить, кроме одного Господа, Бога нашего. Итак, Иисус Христос Творец. Через Него все начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Имеется в виду через Иисуса Христа. Дальше. Иисус воскрешает мертвых. Воскрешает мертвых. И смотрите, какое соответствие с Отцом Иисус говорит. Ибо как Отец воскрешает мертвых, Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Равенство с Отцом. Воскресение мертвых. То, что Отец и Сын едины. Дальше. Иисус Христос Судья. Вы знали о том, что Иисус Христос это Судья Вселенной? Судья. Неба и земли. Кто может судить этот мир, кроме одного Бога? Задайте себе этот вопрос. Ибо Отец не судит никого, но весь Суд отдал Сыну. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы. Пред Иисусом Христом. То есть Иисус Христос судит. И делит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Иисус Судья, значит Иисус Бог. Он есть свет. Опять говорит Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Посмотрите в Ветхом Завете, кто назван светом. Господь Бог всегда себе говорил, что я есть свет. Я есть свет. Я есть свет. Иисус пришел и говорит, я есть свет. Я есть свет. Я есть свет. Понимаете? Ответ очевиден, правильно? Дальше написано, первый и последний. Первый и последний. И мы сравниваем, друзья. Мы немножко попозже сравним еще это с Ветхим Заветом, чтобы вы увидели, что Бог и Иисус это одно. Смотрите. Я есть... Значит, кому это обращение? Вот если свидетели Иегова меня смотрят, друзья, вот ответьте мне, о ком здесь речь? Откройте Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 8 стих. От ком здесь речь идет? Я есть Мальфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. О ком это речь? Скорее всего, вы скажете, ну, конечно же, о Боге, о Иегове. Хорошо. Спускаемся ниже. Откровение, 1 глава, 17-18 стих. О ком это речь, друзья, свидетели Иегова? Подскажите мне, пожалуйста. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня свою десницу и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. О ком это речь? Если до этого те же слова говорил и Иегова, а здесь говорит сам Иисус, значит Иисус и есть и Иегова, друзья. Запоминайте, это очень серьезные вещи, здесь нам ошибиться нельзя, потому что, опять же, повторюсь, другой Иисус нас на небо не приведет. Поэтому столько ереси, потому дьявол так обольщает людей, потому отводит от самого важного, друзья, от самого важного. Освободитесь, познайте Иисуса Христа истинного, и вы будете свободны. Во всем, во всем. Дальше написано, первый и последний, и как Бог в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, Господь Вседержитель, говорит, я есть Мальфа и Мега, первый и последний Иисус. То же самое говорит о себе, я есть первый и последний. Вы понимаете? Единство. И ангелу Смиринской церкви напишет, так говорит первый и последний, кто это говорит, Иегова, а дальше, который был мертв и вот жив. Значит, Иегова и есть Иисус. Вот вам, пожалуйста, вы так логично все хотите доказать, что Иисус не Бог. Я вам логично показываю, что Иисус Бог. Включайте логику, потому что там, где надо, вы ее включаете, а там, где надо, вы ее выключаете. Это же несправедливо, друзья. Просто поверьте и все, что написано. Писание само себя толкует. То есть получается, что Иисус и есть Господь Бог Вседержитель. Понимаете? Иисус и есть Господь Бог Вседержитель. Дальше. Иисус прощает грехи. Кто может прощать грехи, друзья? Кто может прощать грехи на этой земле, кроме одного Господа Бога, Творца Неба и Земли? Кто может прощать грехи? Ты можешь прощать грехи? Я могу прощать грехи? Я могу простить только тому, кто мне принес боль. Но как можно прощать грехи против всех, против других людей? Только Бог может это делать. И евреи, кстати, четко понимали, о чем Иисус им даже не намекает, а говорит прямо. Давайте прочитаем это место из Писания. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников, помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вы понимаете, друзья, насколько все серьезно? Иисус провозглашает и здесь себя Богом. Но кое-кто до сих пор этого не видит. Евреи, при всем желании, у них было Писание, у них был Ветхий Завет, Тора, они читали это с утра до вечера и не могли узнать Иисуса Христа, который к ним пришел. Сам Бог к ним пришел воплоти. И они его не узнали. Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми в свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, обратите внимание, подчеркните, запомните, друзья, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Сын Человеческий имеет власть прощать грехи? Да кто же это такой Сын Человеческий? За кого Он себя выдает? Да что Он такое говорит? Иисус Христос есть Бог. И это евреи четко понимали того времени. Как некоторые этого не видят, я до сих пор не знаю. И по еврейским законам отпускать грехи мог быть только исключительно Бог. Это то, о чем я вам говорил. Действительно, в Евангелии, например, от Марка, 2 глава, 7 стих, «Недовольные Христом книжники вопрошают, что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Мы можем прощать других за вред, причиненный нам самим, но грехи против Бога может прощать только Он Сам. Именно это и делает Христос. Делайте выводы, друзья. Делайте выводы. Укрепляйтесь в вере, и пусть ваши глаза откроются. Дальше. Иисусу Христу поклоняются ангелы. Поклоняются ангелы, друзья. «Ибо когда кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, еще я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Так же, когда вводят первородного во вселенную Иисуса Христа, иметь святую, говорит, «И да поклонятся ему, первородному Иисусу Христу, все ангелы Божьи». Представляете? Все ангелы Божьи поклоняются Иисусу Христу. Кто такой Иисус Христос? Кто достоин поклонения? Кто достоин всей чести, славы, величия? Иисус Христос. Значит, Иисус Христос – это есть Господь Бог наш. Дальше. «Иисусу Христу молятся». Вы знали, друзья, что Писание говорит, что Иисусу Христу молятся? Как? Иисусу Христу можно молиться? Да, можно молиться. Ты представляешь, Иисус Христос – это Господь Бог. Открываем место из Писания, читаем. И побивали Стефана камнями, который молился и говорил. Он обращался напрямую не к Отцу, не к Иегове, как этому учат свидетели Иегов. Он обращался к Господу Иисусу Христу. Он говорит, Господи Иисусе, прими дух мой. Кто может принять дух человека? Только Бог. Дальше. Иисус Христос есть Творец Ангелов, оказывается. У-у-у, как интересно. Какой интересный оборот. Иисус Христос есть Творец Ангелов и физической вселенной. То есть Он сотворил не только духовный мир, но и физический. Ой-ой-ой, раз и такое может быть? Так кто же такой Иисус Христос? Читаем. Неужели такое написано в Писании? Да, написано. Читаем. И по им, Иисусом Христом, в кавычках ставим, создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Иисус Христос сотворил и небеса с ангелами и землю с людьми. Видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли. Все им, Иисусом Христом. И для Него, для Иисуса Христа создано. Друзья, фиксируйте, это очень важное учение. И Он есть прежде всего, Иисус Христос. Прежде всего. Прежде чего всего? Прежде всего сотворенного, как духовного мира, так и физического. И все им стоит. Благодаря Иисусу Христу вообще стоит земля. Благодаря Иисусу Христу вселенная вообще жива. Есть. Понимаете? Он есть глава тела церкви. Кто есть глава тела церкви? Иисус Христос. Он начаток, первенец из мертвых, первенец, дабы иметь Ему во всем первенство. Дальше. Все через Него начало быть. Через Него это через кого? Через Иисуса Христа, потому что Он есть Слово Божие. Кстати, даже в Ветхом Завете, если вы только прочитаете первые стихи, вы поймете уже Троицу. «И сказал Бог, Бог говорит…» Слово – это Иисус Христос. Бог говорит и начинает происходить физический мир. И дальше там написано «Дух Божий носился над водой». Вот вам три. Бог сказал, Дух Божий носился над водой. Бог Отец сказал это Слово Божий, Иисус Христос, и Дух Божий носился над водой. Третий элемент, третья личность Троицы. Вот вам три. И это очевидно. Весь Ветхий Завет говорит о Троице, о том, что это есть Отец, Сын и Дух Святой. Три. И в Новом Завете просто это больше открывается, чтобы мы понимали, что это единый Бог. Я не говорю о трёх богах, друзья. Я не говорю о трёх богах. Я говорю об одном Боге, о едином Боге, который открылся человеческому в трёх Личностях. Пожалуйста, поймите меня правильно. Итак, через Него начало всё быть, оказывается. Без Него ничто не начало быть, что начало быть без Иисуса Христа, друзья. Иисус Христос – Творец физической Вселенной и Ангелов, оказывается. Это серьёзное заявление, да? Ну, так говорит Писание, я же не придумываю, друзья. Дальше. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках в последние дни сей говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, и дальше подчеркните, и запомните, откройте это место из Писания, Через Которого и веки сотворил». Понимаете? Дальше. Иисус Христос – Бог. Вначале было Слово. Вначале было Слово. Слово – это Иисус Христос. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. В греческом, посмотрите, там написано «И Слово было Богом». Там «Кого чего» написано. Слово было Богом. Итак, Иисус Христос – это Бог. И Слово было Богом. Вот вам открытие, что есть несколько личностей единого Бога. Дальше. Послание к евреям написано «О Сыне». Что говорили о Сыне в Ветхом Завете? Вот что говорили. «Престол твой Божий». Божий? О Сыне так говорят? «Век века жезл царствия твоего, жезл правоты, престол твой Божий». Обращение к Иисусу Христу, обращение к Сыну. Престол твой Божий, Божий, век века. Дальше мы сравним Ветхий и Новый Завет. Смотрите, что написано. Как в Ветхом Завете Бог говорит о себе, что Он есть первый и последний, альфа и омега, так Иисус говорит о себе. Не верите? Давайте посмотрим вместе. Итак, открываем, смотрим, что написано в Исаии. «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь, первый и в последних Я тот же». И то, что говорит Иисус Христос, давайте посмотрим. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся». Кто сказал? Иисус Христос. Почему? Потому что Он говорит, я есть первый и последний. Ну, это то, что было написано в Ветхом Завете, то, что Бог говорил о себе. И теперь говорит, смотрите, и живой, и был мертв. Видите, то же самое. «И все жив во веки веков, аминь, и имеют ключи ада и смерти». Иисус Христос о себе говорит, что Он есть Бог, что Он есть тоже первый и последний, так как в Ветхом Завете написано, что Бог говорил о себе. То есть Иисус Христос есть и Иегова. Братья-свидетели Иеговы, скажу вам так. Я вам просто говорю очевидные вещи, которые вы наверняка читали уже не раз. Просто у вас там свой перевод, выдуманный, придуманный, сторожевой башней, специально, чтобы уводить вас от истины. Почитайте нормально Библию, откройте синодальный перевод нормальный и почитайте, что там написано. Вы же ходите, всем доказываете, вот у меня синодальный перевод. Так в этом же переводе и написана истина. Почему вы её не читаете? Дальше, смотрите, послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Это кто говорит? Бог? А это кто говорит? И ангел из мирской церкви напишет, так говорит, первый и последний, который был мёртв и вот жив. Иисус Христос о себе говорит. Дальше, «Сегриду скорой, возмездие моё со мной, чтобы воздать каждому по делам его, я, Исмальфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Равенство с Богом и с Отцом очевидно. Ну, разве не так? Я же ничего не придумываю, я же не выдавливаю, знаете, чтобы доказать, высасываю из пальца, чтобы доказать божественность Христа и то, что Он Бог. В этом говорит Писание. Друзья, Иисус Христос провозглашал себя Богом, об этом мы даже читали уже в прошлом видео. Я вам об этом чётко говорил. Иисус же говорит им, «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Ещё более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, а теперь внимание, делая себя равным Богу. Равным Богу, равным Богу. Иудеи понимали, на что Иисус им намекал. Даже не намекал, Он прямо провозглашал, что Он Бог. Ещё одно место, которое мы в прошлый раз читали. Я даю им жизнь вечную, не погибнут во век, и никто не похитит их из руки Моей. Иисус говорит и дальше говорит, «Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Вначале говорит Иисус, «Рука Моя, рука Отца». «Непонятно, так чьей же руки?» А получается, что и Отца рука Иисуса Христа равно. Понимаете? «Равно, равно, равно». И дальше Иисус прямо так сказал, «Я и Отец одно». 30 стих. «Я и Отец одно мы есть», в греческий язык говорит. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить Его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал Вам этот самый, за которые из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали, «Не за доброе дело хотим Тебя побить камнями, но за богохульство». Так в чём же богохульство, друзья? Богохульство вот в чём было. То, что Иисус провозглашал себя Богом. Оказывается, вот так. «За то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус же не сказал, «Ой, извините, я ошибся, я оговорился». Нет, Иисус ответил так. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе Вашем, Я сказал, Вы Боги?» То есть Иисус не оправдывается, Он подтверждает то, что Он Бог. «Если Он назвал Богами тех, кому было Слово Божие, не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, Вы говорите, богохульствуешь? Потому что Я сказал, Я Сын Божий?» Он не отвергает то, что Он Бог. Он не отвергает в этом ответе. А то, что многие говорят, что мы Боги люди, то почитайте историю, откуда это слово пошло «Вы Боги». «Вы Боги» — это имеется в виду цари и священники. Это больше туда. Почитайте несколько переводов и посмотрите, что Боги не в плане, что ты Бог будешь господствовать, как Иисус Христос. Такое же равенство с Ним. Нет. Ты человек. И почитайте это местописание в Ветхом Завете. Там написано, да, вы Боги, но вы умрёте, как люди. Вы понимаете? То есть «Боги» — это было обращение к царям и священникам. Это обращение к тому, кто занимает высший чин в человеческом обществе. Вот так я вам скажу. «Боги» — это не значит, что Бог, как Иисус. Так что не искажайте описание, друзья. Дальше. «Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца и довольна для нас». Иисус говорит ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Как это так? «Видевший меня видел Отца». Вот вам и равенство. Опять же Иисус говорит, «Если ты смотришь на Меня, ты видишь Отца». То есть «Я и Отец одно». Говоришь со мной, говоришь с Отцом. Вы понимаете, в чём суть? Как же ты говоришь, «Покажи нам Отца». «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Слова, которые говорю Я во Мне, не от себя. То есть Иисус не говорит, что Я Отец. Дальше смотрите, не искажайте описание. Потому что дальше мы коснёмся ещё ереси модализма, которые говорят, что Отец и Дух Святой — это одна. Одна Личность. Это не одна Личность, друзья. Это три Личности. Три Личности, не путайте. Иисус дальше сказал, «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» «Я в Отце и Отец во Мне». Сколько получается? Двое. 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 Не один, а двое. Поэтому не скажайте. То, что многие говорят, Иисус и Отец — это одно. Ну, в плане, что не существует Отца, что Иисус — это и есть Отец, а Отец — это и есть Иисус. Нет, это двое. Дальше он говорит, чтобы не путались. Я в Отце, а Отец во мне. Они хоть и разные личности, но они друг в друге находятся. Понимаете? Как две руки. Они разные, но можно их вот так вот соединить. Можно? Можно. Можно разъединить. Но сущность руки будет одна и та же, что и эта рука, и эта рука. Понимаете? Так что, друзья, будьте осторожны, чтобы правильно трактовать Писание. Дальше говорится вот о чём. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит. Это сам Иисус обращается к евреям, к своему народу. Сказал Господь Господу моему, сиди, десной меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, если Давид назвал его Господом, как же он сын ему? То есть, Иисус даёт им ясно понять, что он и есть Господь Бог. И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Сказал Господь Господу моему. Двое. Мы видим двоих? Друзья. Мы видим двоих? Видим. Двоих по природе одинаковых. Господь сказал Господу моему. Иисус сказал, сяду с Отцом моим на престоле, а десную Отца я буду сидеть. Отец и Сын, Господь и Господь. Два Господа. Равенство их природы. Друзья. Равенство их природы. Дальше. Апостол Павел провозглашал Иисуса, что он Бог. Вы знали об этом? Что сам апостол Павел говорил о том, что Иисус Бог? Читаем. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только, обратите внимание, дух Божий живет в вас. Дух Божий. А что же это за дух Божий такой? Если же кто, дальше смотрите, следующее предложение. Если же кто Духа Христова не имеет, то это не его. Интересно. Вначале он говорит Дух Божий, а потом говорит Дух Христов. То есть получается равенство, что Дух Божий, что Дух Христов это одно. Дух Иисуса Христа и Дух Божий. То есть Христос это Бог. Так или нет? Со слов Павла. Получается так. Если Христос в вас, дальше он говорит о том, что Христос уже в нас. Христос в нас. Каким образом Христос в нас поселился? Он же не то, что физически вошел в мое тело. Нет, он пошел Духом Божьим, Духом Святым, Духом Своим Утешителем, о чем позже Иисус говорил. Итак, если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим. То есть мы видим здесь троих, друзья, троих. Мы видим здесь Дух Божий, Дух Христов и Дух Святой. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, то есть уже Дух и Иисус. Следите, друзья, следите, это очень важно. Дальше. Иисус есть в воскресении жизнь. И что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, что явился Кифе, потом двенадцать, и потом явился более, нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился мне, как некоему извергу. Смотрите, Иисус Христос воскрес. В истории человечества не было такого воскресения, чтобы Иисус Христос такого, как Иисус Христос. Он единственный во вселенной, кто воскрес из мертвых. И Павел свидетельствует, что видели многие, более, нежели пятисот братьев, видели Его воскреши. А Павел что, обманывал? Павел не обманывал. И это реально. Видели Иисуса Христа воскреши, мы видели, как Он возносился на небо. Более, нежели пятиста братьев. Пока Павел писал послание к Оринфинам, еще были те, кто были живы, кто реально видели Иисуса Христа воскреши. Никто в истории не воскрешал. Я не говорю о воскресении временном, я говорю о воскресении к вечной жизни. Вы понимаете? Иисус Христос, только Бог может воскреснуть. Вы понимаете? Только Бог. Никто из людей, если ты равняешься на Иисуса Христа и говоришь, а я такой же, как Иисус, ну воскресни из мертвых. Воскресни из мертвых и вознесись на небо. И тогда ты будешь равен Христу. Будешь говорить, я Христос. Но никто в истории человечества этого не сделал, друзья. Только Иисус Христос. Это исторический факт. И это еще раз подтверждает то, что Иисус есть Бог, Он есть Творец Вселенной. И, в общем-то, все. Мы подходим к финалу, друзья. Коль уж мы говорим о Троице, я вам хочу еще показать Дух Святой, что это третья личность единого Бога. Знаете ли вы, что Духа Святого можно огорчить? Дух Святой — это не сила. Сила — это что такое? Это ветер, это электричество. Вот вам сила. Понимаете? А можно ли электричество огорчить? Нельзя. Можно ли ветер, воздух огорчить? Ветер. Вот ветер подул, ты его огорчил чем-то. Нет. От Духа Святого можно огорчить. Значит, Дух — это личность. Личность. Только личность можно огорчить. Читаем. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Ну, как интересно. Кажется, Духа Святого можно оскорбить? Да, можно оскорбить. Значит, Дух Святой — это личность. Личность, друзья. Это Бог, и это личность. И то, что это Бог, мы сейчас об этом тоже поговорим. А Духа Святого можно обмануть. А что, ветер можно обмануть? Силу можно обмануть? Можно электричество обмануть? Или огонь обмануть? Наверное, нет. Читаем. Но Петр сказал, Ананя, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать кому? Духу Святому. Кажется, Духу Святому можно солгать? Можно. И утаитесь, сыны. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, внимание, а Богу. Значит, Дух Святой — это Бог. Дух Святой — это Бог. Дух Святой — это Личность. Понимаете, насколько все серьезно? И Дух Святой живет в сердцах верующих в Иисуса Христа. Дальше идем. Когда же придет Утешитель, это уже Иисус говорит, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Итак, если Дух Святой — это сила, может ли Он утешать? Иисус назвал Его Он. Во-первых, Он назвал, говоря о Местоимении, что это Он. Дальше Он говорит, что Он утешитель, то есть Он будет утешать. Может ли ветер утешать? Утешать может только человек или Личность, правильно? Может ли сила свидетельствовать об Иисусе Христе? А Дух Святой свидетельствует? Интересно как, да? Следующее место. Интересно, что Он от Отца исходит. То есть мы видим Отца, мы видим Иисуса Христа и мы видим Духа Святого. Троих, 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 друзья, мы видим. Дальше. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Утешитель. Утешитель — это кто? Тот, кто утешает. А утешать сила не умеет. Понимаете? Утешать может только Личность. «А если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, что он сделает? Обличит мир. Как интересно. Оказывается, он еще и обличает? Может ли сила обличать? Не может. Обличать может только Личность. «Итак, он обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Еще одно место. Иисус говорит о Духе Святом. «Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас». Может ли сила наставлять? Не может. Дух Святой — это Личность. Дух Истины. Когда Он придет, Дух Истины, Утешитель, Дух Святой — это все термины одной Личности. А Он наставляет на всякую Истину. Он наставляет. Кто может наставлять? Только Личность. Только Бог. «Ибо нет себя. Говорить будет». Оказывается, Он будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Итак, Дух Святой говорит. Он говорит. И будущее возвестит вам. Открывает будущее. Он прославит меня. Кто может прославлять Иисуса Христа? Только Личность. Сила этого не умеет, друзья. Потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Ну что ж, друзья. Вот, я надеюсь, я покрыл вкратце. Я быстренько пробежал галопом по Европам. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы еще более укрепились в вере. А тот, кто еще не укреплен, не утвержден, задумайтесь, друзья. Это очень важно. В какого Иисуса мы верим? Библейского? Или то, что нам навязывает модализм? Ересь такая есть. Или же башня, староживая башня? Это организация лживая и еретическая навязывает нам или кому-либо другому. Друзья, вот Писание. Я вам прочитал Писание. Я вам не показываю какую-то брошюрку. Не беру какую-то брошюрку, показываю там. Или не беру там, а как думают там общество, строживая башня или еще как-то. Я вам говорю так, как это написано в Писании. Итак, еще бы, я хотел бы пару минут ваших занятий поговорить о модализме. Сейчас есть люди, которые выдают себя за христиан, которые говорят, что Иисус и Отец и Дух Святой это одно. То есть, не различая личности. Друзья, это тоже заблуждение, это ересь. Это древняя ересь, которая называется модализм. Вот я хочу вас разочаровать, друзья, потому что этот путь тоже еретический. Смотрите, почитайте, вот во втором веке появилась эта ересь, а может даже и раньше, просто потом. Модализм. Итак, если модализм истинный, а Отец, Сын и Дух Святой это одна личность, зачем было Богу это все придумывать? Отец, Сын, Дух Святой. Когда Он мог бы это все проще открыть? Это раз. Второе, если Он один, то значит, получается, Христос действительно в Гефсиманском саду и не только молился сам к себе? Вы понимаете маразм этого? Дальше, получается, что Бог сам на себя сошел и сам о себе свидетельствовал. Но если Он один, понимаете, в чем логика? Значит, получается, Он молится сам себе, Он сам на себя сходит и сам о себе свидетельствует. Так получается с ваших слов? Если Он один, если их не трое, получается так? Друзья, есть три личности единого Бога, которые вместе сосуществуют и в то же время они различны. Бог один, Бог един. Я не говорю о трех богах, я говорю об едином Боге, который открылся человечеству в трех личностях. Отец, Сын и Дух Святой. Почему это так важно? Потому что, я уже вам упоминал, потому что другой Иисус нас на небо не приведет, Он нас не спасет. Это раз. Второе, нам нужно стоять на твердом основании, не уступая никакого рода заблуждениям и компромиссам совести. Друзья, пусть вас Бог благословит, будьте здравы, пребывайте в учении Иисуса Христа и в жизни Иисуса Христа и Его Слово. И пусть Господь пребудет с вами. Пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова